Куншуак Куншуак Чувильский Никита Рядовой Срочной Службы Куншуак Вам, Оскар Ильясович, извиняюсь Ну, немножко поправлю, я не подполковник, я полковник В 92-м году, после обретения независимости Республики Казахстан Первым органом, силовым органом, который появился Согласно указу президента, были именно внутренние войска Это говорит о необходимости внутренних войск для существования самого государства То есть войска правопорядка были нужны всегда Нужно было охранять важные государственные объекты Нужно было охранять исправительные учреждения Нужно было охранять общественный порядок Тогда, в 92-м году, если брать конкретно город Уральск В городе Уральск была 4-я стрелковая рота Которая охраняла исправительные учреждения Был патрульный батальон, тогда назывался специально моторизованный батальон милиции И командиром тогда был подполковник Урзавин, покойный ныне, к сожалению И тогда же, в 92-м году, была сформирована бригада внутренних войск Которая территориально дислоцировалась для Акьюбинской, Могостаусской, Атараусской и Западно-Казахстанской областей Командиром тогда был ныне покойный полковник Утигалиев Александр Санцебаевич Который сделал все для того, чтобы наша бригада, часть воинской последствии В 95-м году была сформирована воинская часть 55-17 То есть тот самый батальон и эта рота были преобразованы в полноценный полк Который ныне действует и достойно охраняет общественный порядок на территории города Уральск Также я в те годы командовал взводом, командиром полка первым Был назначен подполковник в отставке уже в этом году ему 75 лет Юрченко Сергей Николаевич, в добром здравии он Тогда начальником штаба был Войсмаков Кенис Успанович А замполитом подполковник Дурнов Валерий Юрьевич Ну было тяжело, конечно, в те годы Сами понимаете, только развалившись Советский Союз И с учетом того, что кризис, он в тот момент уже жестко ударил И по войскам тоже тяжело было одевать Я знаю, с какими проблемами столкнулись наши тыловики Не очень хорошо было с техникой Мы помним, что ели наши солдаты в то время Но благодаря нашему командованию, благодаря солдатам, которые тогда были Офицерам, прапорщикам Военнослужащим по контракту мы выдержали В том числе, надо сказать, что большое спасибо, надо сказать В период ухода большинства офицеров кадровых военных Они все-таки уехали в Россию, в другие республики С запаса были призваны многие гражданские, так скажем, офицеры запаса Которые в те годы помогли выдержать И не, так скажем, сформировать войска Те самые войска, которые сейчас есть в настоящий момент Спасибо Думан Кобеевич, а вот связываете ли вы свой патриотический долг с воинской службой? Расскажите тоже, пожалуйста, что вам запомнилось именно с того времени Как все начиналось? Ведь вы долгое время проработали военным И сейчас есть чем гордиться Оскар Ильясович, он пораньше прибыл По зову сердца В наши внутренние войска Я был призван на срочную воинскую службу Палматинский полк патрульный Но я до этого мечтал стать военным Пытался поступить Не получилось Я запланировал, что Уйду на срочную службу и оттуда поступлю в военное училище На тот момент, это был 96-й год Именно момент становления нашей республики Становления войск, правопорядка, внутренние войска Мне посчастливилось, это был полк столичный Алмата на тот момент была столицей И поэтому я вам скажу И поэтому я вам скажу Обеспечение было более-менее в отличие от других городов наших И с того момента, на данный момент многие генералы, многие полковники Те люди Я начинал службу солдатам-срочникам, рядовым Они еще тоже молодые лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны Благодаря их, благодаря, можно сказать Ну, правительству это естественно Правительство прилагало много усилий Мы, как солдаты, видели это все Что где-то как-то пытались Наши командиры Пытались, командиры полков, командиры батальонов Пытались обустроить быт наш солдатский Готовили, где-то успевали проводить боевую подготовку, учения Также, ну, мы несли службу по охране общественного порядка в городе Алматы И, ну, с того момента я так и понял Что национальная гвардия Ну, на тот момент внутренние войска Это именно та силовая структура Те войска, где я продолжу в дальнейшем служить И поступил в Петропавловское училище Оно только сформировалось Оно только было открыто В 97-м году я первый выпускник На данный момент это уже Академия национальной гвардии И продолжит путь именно в западном регионе Начинал с Ахтау Тоже тяжело было Я, как выпускник, первый выпускник На тот момент был кадровый голод Офицеров не хватало в войсках Где-то заменяли Вот как Аскар Ильясович сказал Выпускники военных кафедр Это в лучшем случае А так, в основном, сверхсрочно служащие Контрактники, прапорщики Они выполняли функции офицеров Мы офицеры, вот основной первый выпуск Петропавловска Там же, кстати, факультет еще был Внутренних войск В погранинституте Они худо-бедно перекрывали кадровый голод Но впоследствии закрылся факультет Так как наша академия ныне Она уже справлялась С заказом И офицеры уже стали заполнять Национальную гвардию Ну, внутренние войска С того момента Получается, на моих глазах Национальная гвардия Она поднималась Как в оснащении В материальном обеспечении В техническом обеспечении Так же и В количественном Можно сказать На моих глазах Формировали специальные Подразделения специального назначения Были введены Это вот Как вы знаете Элита войск Краповые береты Это как раз Воины национальной гвардии Наша гордость Те люди Которые идут на острее Как говорится Атаки Те люди Они были сформированы Наши полки были развернуты На тот момент Количественно И даже качественно Можно сказать Наши внутренние войска На тот момент Ну, выживали По большому счету Но, несмотря на это Выполняли боевые задачи Вот мы сейчас сидим На данный момент На улице Температура Сколько у нас По всему Казахстану Наши войны Стоят на постах Несмотря на погоду Несмотря ни на что Они выполняют боевую задачу По охране Особо важных Государственных объектов Стратегических Также Учреждения уголовно-исполнительной системы Выходят на патруль Патрулируют Несмотря на погоду Войска у нас Патрулируют В отведенное время Как положено И на тот момент Я говорю На моих глазах Я молодым лейтенантом пришел Где-то была Неустроенность Где-то казармы Были не обеспечены Ну, благодаря Командованию войск Я так скажу Уже стали В бытовом плане Уже было намного Все улучшено Естественно Естественно У нас Стратегия Командованием была Обеспечить Сначала Личный состав Всем необходимым То есть консервным фондом Обмундированием Имуществом Снаряжением Экипировкой Только потом Уже полностью Были Переключились Мы на Боевую подготовку До этого Боевая подготовка Естественно Проводилась Естественно Было Но ввиду проблем У нас Вот я знаю В 90-х годах В начале 2000-х Проблема была С ГСМ Не всегда Мы могли Проводить Полевые учения Проводить Слаженность Подразделения Рот Батальонов Полка На данный момент С этим проблем Нету То есть Вот с того момента С лейтенантских Времен И вот По нынешнее время Боевая подготовка Мы Довели его До такого уровня Что Бойцы За год Они Проходят Тот курс Положенный Им Чтобы Быть Уже Как бы Готовым Защитником Родины В дальнейшем По окончании Срочной службы Также У нас Основная задача Мы так как Войска правопорядка Мы войска Непосредственно Выполняем Боевые задачи Мы У нас Как говорится Личный состав Одно Количество Выполняет Задачи Боевой службы Вторая Освобожденная Боевой службы Выполняет Программу Боевой подготовки То есть Обучение У нас Армия Это та же школа Тот же институт Солдат попадает Те же занятия У нас Проходятся Проводят Не только Полевые занятия Не только на плацу Но и В классах Боевой подготовки Естественно Это все Предназначено Для чего У нас есть Предмет Государственно-правовая Подготовка Где именно Солдатам Разъясняют Историю Политику Государства Ну а Сама Воспитательная Структура И воспитательная Вся воспитание Воина Она направлена Любая Деятельность Наших войск Она направлена Именно на то Чтобы воспитать Именно патриота Казахстана Любой Будь он Находится на поле Проводит Занятия По огневой Подготовке По тактике Служебно-боевого Применения Везде Он чувствует Зачем Он это Зачем Он этим занимается На данный момент И он понимает Что это все Ради защиты Нашего Суверенитета И нашего Государства Спасибо Дорогие телезрители Я напомню Что мы работаем В прямом эфире Средства связи Указаны на ваших Экранах 28 58 69 Номер прямого эфира И номер Ватсапа 8 700 028 58 69 Свои интересующие вопросы Вы можете задать Сейчас гостям Нашей студии Ну и так же Поздравить их С праздником С 32 годовщины Образование войск Правопорядка Республики Казахстан Ну а теперь Андрей Хотелось бы услышать И вашу историю Как так получилось Что вы связали Свою жизнь Именно с военной службы И попали Вот в национальную гвардию Очень спасибо За предоставленное слово Я хотел бы вспомнить Небольшую историю Как я уже В течение 17 лет В 18-й год Пошел Несу данную службу Можно микрофон поближе Начал я Нести службу Во внутренних войсках В 2006 году Военным я уже Мечтал Со старших классов Проходя Начальную военную подготовку Уже участвую Во всех Сборках Разборках Автомата И тому подобное На сборах Приближенные Ну в нашей части Получается По грань части Которая была В поселке Харгос Думан Кабельевич У меня был Командиром роты В 2006 году Я был Радиотелеграфистом На связи Отучился В Каракемире Два месяца Прошел курсы Подготовки Остался по контракту В этом городе Сам Салматинской области Получается Десять лет Был начальником Автоматической Телефонной станции Отучился В Казиту Получил высшее образование Мне предложили Остаться Ну дальше По контракту Уйти в офицерский корпус На чего я ответил Конечно да Потому что мечта Должна проявляться Идти выше К звездам К большим звездам Каждый солдат Мечтает быть генералом Как говорится На данный момент Я являюсь Начальником связи полка Чем и горжусь За небольшой Такой короткий срок 17 лет Можно сказать Прошел такой Путь От рядового До капитана От Радиотелеграфиста Данного узла связи До начальника связи Данного узла связи Ну остались еще Непокоренные вершины Да 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 Какие-то цели в жизни Мечты Идем дальше Мечты наши сбываются И когда человек идет к своей мечте Стремится Он всегда этого добьется И как говорится До сих пор мы идем Как патриоты нашей родины Под девизом Национальная гвардия Единая боевая семья За нами народ За нами страна Это очень патриотично Спасибо Андрей Сергеевич Здесь мы сейчас видим Концертмейстера Оркестра Это Мелс Частый гость нашей передачи Вы приходили к нам С музыкантами Теперь хотелось бы услышать Вот чем Ваша работа Отличается Именно от ваших Коллег Расскажите о своем Оркестре Где вы выступаете Какие мероприятия Проводились в честь Дня национальной гвардии И какую часть Принимали вы Здравствуйте Мы только вчера Проводили мероприятие Военный оркестр День части Мы играем В школах В институтах Поднимаем дух Патриотическое воспитание Молодежи В прошлом году Только Мы участвовали В международном конкурсе Оскарикерней Военный оркестр Который занял Первое место Приздесят Патии И гран-при Мы ежегодно выступаем Играем в части Провожаем солдат С музыкой Конечно Естественно Играем марши Ну как Знак уважения Провожаем их на работу Их на нелегкую службу Сам я С 97 года Высковой части 55-17 Перевелся С города Эмбе Октюбинской области Там я Прослужил Военном оркестре Семь лет Конечно Я не могу сказать Что Те годы 94-95 Года Когда Образовался Часть Военный оркестр Когда Под руководством Из Булата Абдулова Он Организовал Наш мэтр Военный оркестр Когда Была нехватка кадров Музыкантов В то время В тяжелое время Когда не было вообще музыкантов Собирал с улицы Кто играл в таксопарках Кто был таксистом Он собирал музыкантов И по сей день Занимаемся Творчеством Каждая музыка Вот А как вы привлекаете Именно Таких талантливых Одаренных Скажем Музыкантов Свой оркестр Вы знаете Сейчас Честно сказать С музыкантами Вообще Проблем у нас в городе Практически Их нет Вот Мы например Если Берем Музыканты У которых есть слухи Музыкальный слух Вот Образование Ну Он Не Духовик Вот Мы их уже Сами обучаем Вот Вот у нас сидит Солист оркестра Айдана Думбаева Вот она У нас Красавица Певица Хореограф Танцовщица Вот Она сейчас Обладела Силофон Играет Мастерски На Силофоне Вот такие Музыканты И сами Их обучаем Если Вокалисты Приходят Даем какой-либо Инструмент Или саксофон Или трубу В течении года Он уже играет Мы сами Обучаем Музыкантов У меня Сейчас Трое Трое Сновей Старшему сыну Двадцать четыре года Он сейчас В военном оркестре Служит Вот То есть Пошел по стопам Своего отца Да По стопам отца А двое Двое Маленьких Детишек У меня Один Восьмом классе У Змеев Восемь лет В третьем Классе И младший сын Недавний Именно исполнилось Семь лет Они тоже Пианисты Но вы бы хотели Видеть своих сыновей Тоже В военном В будущем И сейчас Учатся на флейту У меня Средний сын Сейчас он Лауреат Это Алисиповикан Конкурс На пианине Восемь лет Также Конечно же Они ходят Спорт ММА Также Ходят По математике Занимают Тоже призовые места По математике Вот А Супруга Она Кончила Педагогически Вот Сама же Она Испереденция Кончила Но Она Всегда поддерживает Нас И по музыке Вместе с нами Помогает То есть у вас Такая творческая Семья Творческая семья Так сказать Спасибо Мэлос Отрадно видеть Что сейчас Число молодежи Увеличивается Готовых служить Отдать свой Патриотический долг Отчизне И одним из таких Является Никита Он Рядовой Срочной службы Никита Пожалуйста Тебе слово Расскажу Почему ты тоже Решил посвятить Свою жизнь Военному делу И насколько Военная служба Изменила тебя Как человека Каким ты был Когда пришел Служить И сейчас Какие-то изменения Произошли В твоей жизни Ну боже Становишь Становишь Более самостоятельным Ответственным Тебе в руки Дают уже Оружие Теперь Стоят большие задачи То есть В будущем Кем бы ты хотел Себя видеть У тебя Только-только Как я поняла Начало Полгода Отслужил Полгода Отслужил Время Пролетело Вот Начальник Капитан Лагунов Это твой Наставник Привет Скрытие войска Хотел бы Продолжить Путь Своих Наставников Видишь себя Военным В будущем Пока думаю Пока думаешь А для тебя Что значит Быть патриотом Своей страны Как ты понимаешь Слово Патриотизм Окажусь Родиной Самое главное Спасибо Никита Еще раз напомню Дорогие друзья Средства связи 28 58 69 Номер прямого эфира Номер ватсапа 8 700 028 58 69 Вот такой вопрос Гордится ли Ваша семья Вашими достижениями И вашей работой В национальной гвардии Ну безусловно Я думаю Гордятся Кто хочет Сейчас ответить На данный вопрос Я отвечу Благодаря Нашим семьям Нашим Женам Детям Мы стремимся В будущем Чтобы у нас Процветала Наша родина Чтобы нами Гордились Не только Наши командиры Но и наша семья Ради которой Мы несем службу Чтобы они Были под Защищенным небом Потому что мы Я являемся Защитниками Своей родины Своей отчизны Я хотел бы Поблагодарить Свою супругу Потому что Она является Всегда Поддержкой Своей поддержкой Она наверное Сейчас смотрит Нашу передачу Да Хотел бы ее Поблагодарить Большое спасибо Ей Своим детям Я участвую В воспитании Шести детей Два сына Вы многодетный отец У нас Да Являюсь Истинный патриот Три Четыре дочурки И два сына Будущие тоже Защитники нашей родины Так что Все зависит Как будет дома И на работе Соответственно То же самое Так что Семья Это Конечно Главное Семья Это надежный Тыл Да Это Он должен быть Надежным тылом Чтобы на работе Было все Хорошо Спасибо Согласен Если так В целом Брать Я же Некоторое время Проработал В военно-технической школе И Надо сказать Что Не все родители Понимают Что Детей Своих мальчиков Надо направлять Служить Вооруженные силы В внутренние войска Национальную гвардию Они сразу Особенно Мамы Переживают Вот Мой сын Как он там будет Ну конечно Вдруг с ним Что-то там будет Начитавшись Всяких новостей Негативных Я в свое время Прослужил В 84-м В 86-м Году Когда еще Было Так скажем Участие Советских войск Трудера Служил Срочную службу Два года Я могу сказать Что срочная служба Делает Из Мальчишек Так же Вот как Вот Я свой подполковник Кстати Он В тот момент Когда он Выпускался Я был Начальником Отдела кадров Того самого Военного Вычилища Вот На тот момент Видите Дослужил До подполковника До На должности Ну Дай бог Чтобы стал И полковником И генералом И у всех Все это впереди Товарищ капитан Или господин капитан Как сейчас говорят Пример Живой Для Молодых Солдат Нынешних У меня тоже Супруга 15 лет Прослужила В национальной Гвардии Тоже Уже Семь лет На пенсии Находится И у меня Один сын И четыре Дочери Но этого сына Я прятать От службы Не собираюсь Да конечно Он зрение Посадил свое Но я ему говорю Вылечим зрение Пойдешь служить И обязательно пойдет Все таки Хотели бы его Визит Обязательно Потому что Я еще раз говорю В советское время Даже девочки Девушки Не смотрели на Мальчиков Которые в армии Не служили Считали их Как-то неполноценными Как-то В настоящий момент Мысли Может быть У девушки Немножко Поменялись Так вот Все осталось По-прежнему Настоящие мужики Служили в армии Спасибо Сейчас Для наших Телезрителей Прозвучит песня В исполнении Айданы Доупаевой Казахстан Давайте Поаплодируем Айдана Пожалуйста Приглашаем вас На нашу Сыну Байсыреген Шырағымсын Басына бақонған Елін көркен Байсыреген 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 Казахстан Байсыреген 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Казахстан, Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Долг и восходя по служебному пути. И такой вопрос следующий. Можно ли остаться на службе по контракту после срочной службы? У нас сейчас на данный момент этот вопрос очень острый. Те военнослужащие, которые служат в срочную службу, мы без вопросов набираем. Ввиду того, что целый год они показывали себя, мы их изучаем. Естественно, в дальнейшем у них проходит спецпроверка, медицинская проверка. И потом, если они годны, мы их принимаем. То есть в этом плане я, сколько уже на этой должности, ни разу еще не отказали по какой-то непонятной причине. Естественно, были отказы только по медицинским показателям. Очень много парней, которые отслужили срочную службу не только в наших войсках, но и в вооруженных силах, погранвойсках, воинских частях МЧС. Они к нам приходят, мы их принимаем без проблем. На данный момент большое количество у нас в полку служат парней, которые с других силовых структур. А так, добро пожаловать ежедневно в 16.00 на КПП встретим, дадим список, встретим любого. Не было еще такого, чтобы кто-то ушел, не получив никакие ответы. Ну а что бы вы могли пожелать все-таки современной молодежи Казахстана? Ну, современной молодежи Казахстана хочу пожелать только одного – быть нужными Казахстану. Вот мы, как защитники Родины, это вооруженные силы, как я уже говорил, погранвойска, воинские части Министерства чрезвычайных ситуаций, силовые структуры, их у нас тоже хватает. Это защитники нашего суверенитета Казахстана. Они патриоты, это, как говорят, априори их служебно-боевая деятельность определяет их как патриотами. Но даже граждане Республики Казахстан, которые находятся на любой работе, своим трудом, они тоже патриоты. Они тоже дают Казахстану процветать и быть на мировой арене одной из лучшей страной. А молодежи, скажу, идите вперед, только вперед, найдите себя в любом поприще, в любой профессии. Но воинскую службу надо отслужить, потому что любой мужчина должен снарядить магазин патронами, присоединить его к автомату и защищать Родину, а не смотреть на него, как непонятное устройство. Военнослужащий за год, вот Никита, гость, он вначале все солдаты срочной службы получают у нас автоматы, потом более грамотные, более умные, более такие, переходят на другие коллективные виды оружия. Вот он пулеметчик, он старший стрелок, пулеметчик, он человек, который отвечает за жизни всей роты, понимаете, в общевойсковом бою. Это он сейчас так сидит скромно, отвечает на вопросы. Но в деле, наверное, он показывает высший класс. Да, 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 он уже готовый защитник Родины, человек, который уйдет на гражданку, найдет себя на гражданке, будет он бизнесменом, уйдет он в какую-нибудь службу, будет хотя бы менеджером в банке. Но когда Родина скажет ему, он придет, возьмет этот пулемет, и это знакомое оружие даст ему возможность защитить нашу страну, нашу Родину. Понимаете, и каждому молодому человеку в Казахстане, я говорю, обязательно нужно служить. Я не скажу, что национальная гвардия, все, нет, вооруженные силы, погранвойска, наша национальная гвардия, мы ничем не отличаемся. Спасибо. У нас остается буквально три минуты до окончания эфира. Я чувствую, что вы можете говорить, призвать молодежь именно к воинской службе, можете говорить часами о своем патриотизме, о долге, о том, что действительно важно каждому молодому человеку отслужить. Еще раз, Никита, спасибо за то, что ты сегодня пришел к нам в студию, рассказал о себе. И я думаю, что твоя история тоже послужит мотивацией для твоих ровесников, для подрастающего поколения. Ну и, Оскар Леосович, вам слово. Чтобы вы хотели пожелать всем телезрителям в заключении программы? Я, уважаемые телезрителям, хотелось бы пожелать в первую очередь мирного неба, здоровья, чтобы каждый родитель видел в своем ребенке, в своих сыновьях и дочерях также, будущего защитника Родины. Если не мы, то кто? Если не ваши дети, кто будет защищать Родину? Кому она нужна, кроме нас самих? Поэтому самое главное, как говорят наши офицеры, будьте патриотами своей Родины, чтобы наш бирюзовый флаг гордо реял всегда над нашей страной. Всем флаг. Благодарю. Андрей. Что можно добавить? Также я соглашусь со своим начальником штаба. Каждый мужчина должен быть патриотом своей Родины и должен отдать долг своей Родине, отслужив независимо в каких органах, войсках и тому подобное. Будьте патриотами, идите в армию, вас всех примут. Ну и вам заключение. Дорогие телезрители, я хочу сперва вас поздравить с Новым годом, пожелать вам здоровья, счастья. Ребята, конечно, здесь говорят, да, нужно любить свою Родину, защищать ее. Мы всегда готовы. Идите в армию, служите, будьте достойными. И занимайтесь спортом. Ну, а я благодарю вас за участие в нашей передаче. Хочу выразить вам благодарность свою за ваш каждодневный труд во благо Родины. Мирного неба над головой, крепкого здоровья, семейного благополучия. Ну и, конечно, больше позитивных историй, ну и гармонии со своими родными и близкими. Дорогие телезрители, а на этом наша передача подходит к концу. Всем желаю хорошего настроения и удачи во всех делах. Встретимся, как обычно, завтра в это же время на телеканале Акжаик в передаче Куншуак. Всего доброго.